Добрый день! Я надеюсь, меня хорошо слышно и видно. Поздравляю вас с Новым учебным годом! Сегодня мы начнем как раз-таки по теме нравственно-патриотического воспитания в дошкольном и начальном общем образовании вебинар. Итак, обращаю ваше внимание, что это понятие, непосредственно нравственно-патриотическое воспитание, детей дошкольного возраста в широком смысле ставит своей целью пробудить у детей интерес к окружающему миру. Уважение к традициям и членам своей семьи, любовь к родине и ее культурно-историческому наследию. Итак, давайте разберемся, каким образом мы развиваем у детей дошкольного возраста нравственно-патриотическое воспитание и каким образом в преемственности развивается гражданско-патриотическое воспитание уже у детей младшего школьного возраста. Указы президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года и в том числе от 21 июля 2020 года определили стратегические цели воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности. Конечно же, на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. На достижение поставленной цели были направлены мероприятия, такие как национальный проект образования, стратегия развития воспитания в Российской Федерации, в том числе план воспитательных мероприятий. Ну и, конечно же, не стоит забывать о деятельности, направлении организации российского движения школьников. Если рассматривать как раз-таки понятие воспитания в федеральном законе от 29 декабря 2012 года, напоминаю, что, конечно же, были внесены изменения в федеральный закон, то воспитательная работа должна включать патриотическое, духовно-нравственное, гражданско-правовое воспитание и в том числе приобщать детей к культурному наследию. Обратите внимание, включается направление как физическое, воспитание, развитие навыков здорового образа жизни и трудовое. Но в первую очередь сегодня мы с вами будем рассматривать как раз-таки о нравственно-патриотическом воспитании. Так как данное направление включает в себя и нравственное сферу деятельности, и патриотическое, каждый из них как элементы мы с вами рассмотрим. Итак, задачи. Задачи, которые необходимо решить педагогу дошкольного, как раз-таки дошкольной образовательной организации, заключаются в следующем. Например, это формирование воспитанников эмоционально-ценностного отношения к истории, культуре, традициям малой родины. Продолжить работу по нравственному и патриотическому воспитанию дошкольников через ознакомление с традициями и культурой народов России. Создать условия для формирования у дошкольников основ гражданственности, патриотических чувств и уважения к прошлому. И так далее. Обращаю ваше внимание, что, конечно же, здесь перечень задач патриотического воспитания, которые представлены в нормативной правовой документации, он более широкий. На данном слайде вы видите выдержку. Развивающая предметно-пространственная среда, которая позволяет создавать условия по нравственно-патриотическому воспитанию, способствует и позитивной социализации каждого ребенка, его морально-нравственному и познавательному развитию. Например, это могут быть мини-музеи, патриотические центры, могут быть наглядные материалы и предметы, которые должны быть доступны воспитанникам в течение всего дня, а не только на занятиях. Здесь приводится пример патриотического центра, его оформление. Конечно же, важно понимать, что при оформлении патриотического центра могут быть использованы тематические альбомы, фотографии, например, может быть достопримечательности, климатические зоны России. Для того, чтобы понять, насколько реализуется нравственный патриотический центр, обратите внимание, что можно организовать конкурс. Ведь когда конкурс проводится, например, на лучшие патриотические центры, и воспитатели, и в том числе сами воспитанники, конечно же, родители, куда же без них, начинают все больше углубляться, а что за центры, а для чего это нужно, какие там могут быть занятия, мероприятия и так далее. Приурочить такой конкурс можно ко дню защитника, например, Отечества, или ко дню победы. В том числе провести, например, приурочить его к какой-либо знаменательной дате. Обращаю ваше внимание, что желательно как раз-таки положение конкурса тоже описать, потому что в положении конкурса вы уже определите и критерии, и вы определите и состав шури, вы определите как раз-таки сроки и так далее. Потому что когда воспитаннику необходимо, например, да особенно его родителю, объяснить, почему, например, ребенок занял там третье место, нужно, конечно же, опираться на положение конкурса, где четко прописаны критерии. Обращаю дальше ваше внимание на то, что, конечно же, все эти мероприятия, которые сейчас заключены как раз-таки в рамках федерального плана мероприятий, вы можете найти на сайте Института воспитания. Здесь на слайде представлен QR-код, по которому вы можете с легкостью пройти и изучить. Я думаю, вы уже знаете об этом сайте и наслышаны. А также на сайте Института изучения детства, семьи и воспитания представлено как раз-таки практическое руководство воспитателю о воспитании. Если рассматривать как раз-таки ступень начального общего образования, то на данном сайте представлена целая программа по воспитательной деятельности, которая включает в себя большое количество разделов, в том числе и для ступени дошкольного образования представлены как раз-таки такие блоки. Три формы взаимодействия педагог-родители, девять тетрадей для воспитателей, шесть содержательных форматов смотрим вместе, читаем вместе, рассуждаем вместе, играем вместе, мастерим вместе и трудимся вместе. Четыре модуля советы для родителей. Каждый из этих форматов раскрывает методические рекомендации для педагогов дошкольного образования, ну и в том числе и родителей. Но я думаю, что каждому из нас интересно будет, а что рекомендует Министерство просвещения Российской Федерации. Естественно, и нравственно-патриотическое воспитание также отражается в этих модулях. Обращаю ваше внимание дальше. Здесь представлена вариативная структура примерной программы воспитания. То есть мы понимаем, что раз она вариативна, естественно, мы вносим туда свои изменения. Конечно же, всколохнулась вся страна, когда в этом году были утверждены ФОПы по дошкольному как раз-таки образованию и в том числе начальному общему образованию. И каждый из нас задумывался, что за эта аббревиатура? ФОП или ФООП? К слову, когда мы говорим ФООП, это означает, что как раз-таки включает программа себе ступени, например, начального общего образования полностью, рабочий программ, в том числе основного общего образования и среднего. А когда мы говорим ФООП, то есть имеется в виду федеральная образовательная программа, то она включает в себя как раз-таки одну ступень, например, как дошкольного образования. Здесь представлена главная линия развития ребенка. Это ребенок в общностях, ребенок в деятельностях и ребенок в событиях. И какие же все-таки события, праздники, мероприятия необходимы для ребенка? Конечно же, безусловно, каждый из них имеет свой нравственный потенциал, то есть развивает его нравственно-патриотические чувства. Направление воспитания, которое фигурирует как патриотическое, оно включает в себя несколько задач. Ну, например, здесь вы видите задачи, которые очерчены непосредственно от, допустим, детей возраста от 2 месяцев 3 лет, от 3 лет до 7 лет. Ну, конечно же, возраст 8 лет взят в скобки, потому что порой, бывает, детки остаются еще на один год, даже если выпуск, по идее, у них уже состоялся. Например, формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа. Каждому из нас важно знать не только понятие родины, но и малая родина. Например, моя малая родина – это город Уфа, республика Башкортостан. У каждого ребенка в классе, будь то в группе в детском саду, конечно же, будет свое ощущение малой родины. Где он родился, где его бабушка, дедушка проживает, например. Может быть, есть понимание того, что ребенок потеряется в сознании и не сможет ответить даже, что такое малая родина. Стоит также отметить, что не каждый ребенок знает, например, достопримечательности своего города, родного края. Чаще всего они знают известных, например, блогеров, нежели кого-нибудь из героев, допустим, как раз-таки, которые свою жизнь отдали ради нашего благополучия. И, конечно, воспитательная часть заключается в том, что дети уважительно после такого рода занятия относятся к народу России в целом. Естественно, наша с вами задача как педагогов, потому что целостно можно назвать как нас педагогами непосредственно на ступени до школьного образования, начального общего образования, в том числе и далее, это не только воспитание уважительного отношения и интереса, вообще в целом понятию родины, гражданственности, патриотизма, но и интереса к профессии. Почему? Потому что сейчас многим из нас известно мероприятие, даже целое движение «Билет в будущее», которое заключается в том, что дети уже шестого класса обретают, так скажем, свои более глубокие знания в профессию. А давайте задумаемся, а ведь уже с детского сада начинают детки понимать, кем они хотят стать в будущее. И не каждый, конечно, может быть, захочет стать, например, космонавтом, многие из них предпочитают, опять же, тиктокеров, блогеров или президентов, но однако все-таки у каждого из них проявляется в игре, например, если он обожает играть с куклами, если он обожает рассматривать картинки, может быть, рассказывать интересные истории, то есть все это как раз является предпосылками профессиональной деятельности. Но мы немного ушли в другую тематику, потому что каждое из этих направлений между собой взаимосвязано. И, естественно, гармоничная личность, она и заключается в том, что целостно развивается. Развивается не только, допустим, какой-либо блок, но и подчеркивается взаимосвязь между компонентами. А также Министерство просвещения Российской Федерации согласно, как раз-таки рекомендует, обратите внимание, здесь представлены пункты письма от 13 февраля 2023 года, каким образом оформить стенд. Ведомство предлагает размещать стенд как раз-таки во входной зоне. Далее на слайде будет представлен пример. Вы посмотрите пример. Я очень надеюсь, что у вас уже оформлен стенд, вы наверняка его уже, как полагается, разместили. Стенд обязательно должен содержать материалы не только для родителей, но и, конечно же, для детей и педагогов. Потому что есть момент того, что каждое звено, которое взаимодействует между собой, должно видеть свои результаты, свои результаты, которые отражены на стенде. Естественно, информация на стенде обновляется. Порой бывает, что, например, забывают старшие воспитатели проверить, либо, например, кто-либо еще из руководящих как раз-таки должностей. И картинки, например, тех же самых деток, они одни и те же висят. Но ведь ребенку хочется увидеть свою работу, свой рисунок. И, возможно, даже, может быть, не гран-при, но, однако, есть момент того, что у каждого своя ситуация успеха. То есть ее нужно поддерживать. Здесь обязательно также включить анкетирование от родителей. Обратите внимание, что родители, например, могут узнать о работе детского сада, о патриотическом воспитании, да, как раз-таки через анкетирование. Да, я понимаю, что не каждый родитель захочет уделить свое драгоценное время на заполнение анкеты. Чаще всего это проходит либо на собраниях, на которые тоже не каждый родитель придет, но все-таки есть момент того, что сейчас настал тот период, когда в основном собрания проводят очно, нежели, например, год назад, когда мы только в дистанции могли встретиться. Но все же, и наша задача с вами собрать информацию, ведь потом с нас будет тоже спрос, правда же? Поэтому есть такого рода цепочка, как вот непосредственно цепи питания, но все же нужно уловить момент, когда родитель сможет заполнить анкету. Лучше всего сделать это организационно, то есть собрать их, например, да, и попросить заполнить небольшую анкету, где как раз-таки будет описано, что бы хотели они увидеть во время как раз-таки направления патриотического воспитания. Не стоит забывать о том, что в детских садах как раз-таки с этого года, с этого периода, буквально недавно, с 1 сентября, тоже начали поднимать флаги, да, Российской Федерации, в том числе региона. Например, у нас каждый понедельник в школах организована такая деятельность, как и по всей стране, да, в том числе и в детских садах поднимают флаги, и поют гимн Российской Федерации, в том числе слушают гимн Республики Башкортостан. Это все выкладывается обязательно на сайте официального как раз-таки источника детского сада. Обязательно есть момент того, что несколько фотографий сопровождается, то есть все это соблюдается лишь потому, что Министерством просвещения выделено как раз-таки в рамках федерального проекта. О федеральном проектах мы тоже поговорим чуть позже. Здесь представлены такие вот вкладочки как раз-таки информационного стенда, информация для педагогов, что должна включать, да, не только, допустим, план по патриотическому воспитанию, но и материалы, может быть, форму, методы, информация для детей, тематические выставки о народах России, о народных костюмах. Можно оформить как раз-таки картинки, да, например, без надписей. И для родителей. Для родителей здесь информация как раз-таки представляется для того, чтобы были памятки, которые разъясняют цель. Памятки всегда оформляются красочно и лаконично, да, потому что есть момент того, что большую памятку очень сложно читать, когда она наглядна, когда она красочная. Для каждого из нас понятно, о чем здесь идет речь. Можно вывесить, конечно же, и рисунки, в том числе детские поделки. Это, конечно, в детских садах обязательно реализуется. Здесь вот представлен как раз-таки пример оформления стенда по патриотическому воспитанию. Не стоит забывать о региональном компоненте. Здесь он у каждого свой. Обязательно есть момент того, что существует календарь, да, потому что, обратите внимание, не каждый ребенок, не каждый взрослый, да, знает все праздники, которые включены как раз как государственные, и важно, чтобы у ребенка прямо вот перед глазами было. То есть мы уже с малого, с таких элементов, казалось бы, мелочей, мы формируем патриотическое воспитание, нравственную ее как раз-таки часть. Почему? Потому что тот же ребенок может задаться вопросом, мам или папа, например, а что за, допустим, день народного единства? И каждый из них, особенно взрослые, да, бабушки, дедушки, начнут вспоминать, что раньше был праздник, там, день как раз-таки солидарности и так далее. Может быть, кто-то и расскажет, а может кто-то загуглит, потому что сейчас часто используют интернет-пространство, нежели свои воспоминания, которые очерчены красками детства. Конечно же, пример оформления стенда заключается и во вкладочках, которые хорошо было бы оформить как раз-таки QR-кодами, потому что, чтобы если будет, например, проверка, либо, например, тот же любопытный родитель, он мог бы раз и посмотреть, потому что ваша задача информацию предоставить. Здесь вот как раз-таки дается такие, это, да, формат утоформы для взрослых. Сейчас мы дальше еще пойдем. Здесь есть момент того, что календарные планы, темы для бесед, темы как раз-таки бесед для игр, в том числе темы мини-проектов, сценарии квеста, например, на день города, или вопросы для викторины, мой родной город, план мероприятий. Все это вы правильно заметили, Ольга Юрьевна, что как раз-таки данный стенд часть имеет для того, чтобы оформить больше для взрослого как раз-таки состава населения. Стенд, он имеет несколько векторов, и обратите внимание, вот как раз-таки следующий, он больше для детей. Здесь мы можем видеть, например, национальные костюмы народов Российской Федерации, может быть, выставку творческих работ, поделок, анкету, например, для патриотического воспитания в семье и в детском саду. То есть целостно, если рассматривать стенд, технически для меня было сложно показать на одном слайде, потому что это мелко, потому что это не видно для вас, а здесь уже каждый получается элемент, как вот блочно было представлено ранее, потому что хочется разъяснить, раз есть как раз-таки момент того, что уважаемый слушатель переспросил. Вот здесь вот видите, то есть каждый блок был представлен, информация для педагогов, для детей, для родителей, и теперь как раз-таки каждый из этих блоков уже можно вот так вот красочно представить. Конечно же, ваша вариация того, что вы можете, например, сделать вкладки, допустим, менее такого-то варианта, может быть, у вас оформление цветовой гаммы будет другое, например, как часто используют, допустим, синий, белый, как вариант. Это вот представлена как раз-таки такая рекомендация. Что же дальше? Ну, конечно же, так как мы с вами понимаем, что работаем по как раз-таки программе воспитательной деятельности, которая представлена институтом семьи и детства, естественно, в связи с тем, что используется весь материал, который разработан был Министерством просвещения Российской Федерации, включаются следующие направления, которые мы также с вами реализуем во взаимосвязи с патриотическим. Патриотическое как раз-таки направление воспитания включает в себя такие базовые ценности, можно сказать, кластеры, ориентиры. Если вот, например, мы рассматриваем системы начального общего образования, там есть понятие также базовых ценностей, целевых ориентиров, и существуют такие вот как раз-таки элементы, на которые нужно опираться при формировании и развитии данного направления воспитания. Здесь также, то есть имею в виду системы дошкольного образования. Патриотическое. Чем может быть представлено? Ну, конечно же, парад в честь Дня Победы, который вот как раз-таки представляет собой, что идет шествование непосредственно. Естественно, ввиду различных ситуаций, парад может быть организован по-своему, в соответствии, так скажем, заказам социального как раз-таки, момента, поэтому здесь сразу оговорюсь. То есть то же самое, как, например, когда началась пандемия, мы все ушли в дистант. В связи с этим также есть понятие того, что парад в честь Дня Победы буквально вот в этом году, он был организован как раз-таки немного иначе, чем каждый год подряд, допустим, в парке соответствующем. Мы собирались со своими обучающимися. У каждого из нас были как раз-таки портреты, фотографии наших прадедов, прабабушек, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И, естественно, все это в этом году немножечко иначе оформили, потому что есть понятие социального заказа, то есть как диктует наше общество, то есть веяние времени. Естественно, во взаимосвязи с нравственным и патриотическим воспитанием идет и социальное, потому что все это ведь идет как раз-таки на реализацию семьи, понятие как раз-таки сотрудничества, дружбы, человечества. Например, праздник может быть организован в честь Дня Защиты, Защитника Отечества, который часто мальчишки участвуют, например, утренниках, когда нужно будет, например, защитить, допустим, с честь как раз-таки непосредственно, да. Но чаще всего в каждом садике организовываются утренники и торжественно, там, допустим, есть команда, например, там, не знаю, пограничников, кто-то там моряки, кто-то там, например, еще. И вот между ними соревновательный момент происходит, который чаще всего в конце завершается либо грамотами, либо, например, сладкими призами, это есть момент такой, что как раз-таки и, казалось бы, социальное направление реализуется, но и патриотическое, потому что ребенок узнает, а кто у него, например, папа был там, допустим, если он служил в армии, а кем служил в армии, например, его дед. И у ребенка есть как раз-таки понимание того, что он, может быть, рассматривает альбом вместе с отцом, либо с дедушкой, да, и он изучает, допустим, если он служил в военно-морском флоте, а кто такие матросы, а кто такие вообще, там, допустим, оказывается, есть понятие коков, которые являются поварами, например, да, в военно-морском флоте и так далее. То есть вот уже багаж знаний у ребенка пополняется. Но, естественно, все это связано и с познавательным направлением, которые можно сформировать через фестиваль семейных проектных работ. Каждое из направлений я почему так подробно для вас расписываю, чтобы вы ощутили, насколько каждый из них взаимосвязан. Мы прекрасно с вами понимаем, что в этом году трудовое воспитание стало также во главу угла, и даже поправку сделали в статье федерального закона, где есть момент того, что к трудовому воспитанию привлекаются обучающиеся, и даже всклохнулась, так скажем, часть взрослых, которые придерживались понятия, что его ребенку будут там заставлять что-то там, например, там отмывать стены или что-то подобное. Нет, конечно. Трудовое воспитание заключается в том, что даже элементарно, например, помыть доску, либо, допустим, полить цветы, если находится, допустим, на подоконнике в школе, это и есть часть трудового воспитания. Это не означает, что ребенка будут, например, там силком заставлять мыть, например, там стены или что-то подобное. И поэтому была внесена поправка как раз-таки по части трудового воспитания в федеральном законе об образовании. О том, что как раз-таки есть моменты того, что родители дают согласие или, например, могут не дать согласие, тоже все это регламентировано на уровне как раз-таки федерации. Физически оздоровительное. Часто проходят, опять же, вспоминаются всевозможные утренники, и в том числе вспоминаются мероприятия в рамках школы, когда мама, папа, я, спортивная семья проводятся. Да, конечно же, трудовое воспитание. Спасибо, Ольга Юрьевна, вы очень активный слушатель. Мне нравится, когда есть обратная связь. Каждому из нас, наверное, это радостно, потому что то ли ты сам с собой общаешься, то ли идет обратная связь. Естественно, по трудовому воспитанию я даже рада. Вот, например, у нас ребенок у меня один в третьем классе, другой вот в первом классе. И вот когда одна из как раз-таки моих дочерей стала дежурным по классу, и мы с ней вместе посмотрели замечательный фильм советский, такой как раз-таки первоклассницы, где вот Маруся тоже была дежурной. И вот для младшей тоже захотелось стать вот этой дежурной. Ну, может быть, есть тут понятие лидерства, потому что хочется же покомандовать, показать, чтобы вот послушались. Но ведь дежурство означает совсем другое, как раз-таки понятие организационного момента и понимание того, что идет трудовое воспитание, что вот, например, ты насколько подготовил класс, что ты встал рано, пришел, посмотрел, что вот у тебя есть такая выдержка, чтобы пройти по классу спокойно, по коридору, поговорить там со старшими, может быть, кого-то даже усмирить. Вот это все как раз-таки есть момент того, что лень, которая, к сожалению, у многих детей сейчас преобладает, она растворяется, потому что ленивый ребенок не захочет пройтись по классу, проверить, или, например, пройтись по коридору, проверить, насколько дети там, например, шумят и так далее. Здесь вот есть как клин-клином вышибает, то есть есть момент того, что если тебе хочется лидировать, если ты любишь там, например, там организационные моменты, то есть момент того, что вот из-за этого мотивируешь себя пройтись, допустим, и перепроверить все. И говорят как раз-таки о трудовом и физическом воспитании, есть моменты преемственности также и системы начального общего образования, о которых я вам сейчас буквально на личном примере привела. Этика эстетическая, культура и красота. Ну как же без эстетики? Вот, например, то же самое во взаимодействии. Конечно же, есть понимание того, что согласно СанПино, в школьных образовательных организациях, лично, так скажем, в кабинетах, да, где как раз-таки в группах, не рекомендуется использовать, допустим, в обиходе, например, растения, либо мягкие игрушки, либо, например, аквариумы, то есть вот такого, как раньше мы, например, в свое время, в своем детстве видели уголка, его нужно отдельно использовать, то есть есть отдельная территория, есть отдельное либо помещение, которому отведено как раз-таки то, что дети могут прийти посмотреть. Часто это бывает, например, на территории, опять же, детского садика, это, например, какой-либо интересный огород, где есть, например, название этих всех овощей, красивые таблички, яркие такие там, например, заборчики, как раз-таки, да, огораживают, может быть, там есть элементы даже, как раз-таки колодца, которые, ну, естественно, это все бутафория, чучело там и так далее, вот это элемент тоже, но ведь есть моменты того, что существуют как раз-таки дети, я вот сейчас проговорю как раз-таки о детях особенных в развитии, которым, например, нравится, вот я просто, опять же, на личном примере из детского сада, когда ребенку нравилось играть только с мягкими игрушками, ребенок был аутист. Естественно, понимается, что игрушка мягкая, да, мягко-набивная, она имеет, к сожалению, да, такое свойство, что набирает пыль, может вызвать аллергию, а дети аллергического как раз-таки типа сейчас практически в каждой семье, и, естественно, такие игрушки не рекомендуется вообще использовать в группу детского сада. Вот этому ребенку нравилось очень играть с такими мягкими игрушками, но, естественно, выходили из положения как могли, потому что, имея в виду родители, воспитатели, естественно, был момент того, что ребенку, например, там, я понимаю, что есть сейчас, наверное, слушатели, которые скажут, почему нельзя санобработку сделать, естественно, санобработка проводилась, но все же каждый из нас понимает, что за потраченные кубометры воды и, допустим, той же электроэнергии детский сад оплачивает, и, естественно, за каждый, там, например, там, лишний нужно отсчитываться момент, и точно так же никто не отменял проверок, которые каждый садик испытывает на себе. Но все же развитие ребенка здесь тоже встает. То есть для ребенка то ли нравится играть, допустим, с игрушками из серии, допустим, киндера, да, допустим, которые там, например, там, маленьких таких, либо, например, мягких. То есть что я могу сказать? Мы варьируем. То есть поэтому есть моменты того, что, конечно же, детям нужна особенность, но родители этого ребенка, к сожалению, оставляли его с 7 утра до 7 вечера и никаким образом в коррекционный детский сад, хотя у нас в городе есть такие садики, они не хотели его отдавать. То есть он до сих пор в садике, как полноценный ребенок, социализируется. Но, однако, воспитатели нашли подход именно через мягкие игрушки. То есть ребенок успокаивается через вот эти игрушки мягкие, мягконабивные, пушистые, так скажем, игрушки. Это так уж к слову. И, конечно же, говоря о направлениях всех воспитаний, не стоит забывать о том, что любая деятельность проверяется. Чаще всего старший воспитатель проверяет, например, та же выездная комиссия, которая приходит и шерстит все документы, в том числе и в садике, как оборудовано все это. И вот по нравственному патриотическому воспитанию тоже своеобразная есть карта. Здесь представлен пример, сразу говорю, пример, карта оценки работы воспитателя, который разбит на такие части высокий и средний уровень, либо работа вообще не проводится, то есть низкий уровень. Педагог формирует у детей бережное отношение к природе, культуре, к традиции, символике родного края. Говоря о символике, точно так же в рамках реализации федерального проекта Министерства просвещения Российской Федерации Оснащение символикой как раз-таки Российской Федерации и регионального края, то есть, например, у нас, как Республики Башкортостан в том числе, была задача для всех садиков, потому что многие из нас начали искать, есть ли, существуют ли, например, легкодоступные, например, сейчас забыла слово, увидела, что поднял кто-то руку, она немножко растерялась. Если вы подняли руку, вы можете написать, если что, вопрос в чате, потому что я не смогу вас вывести на экран, в эфир и спросить, вот у кого-то поднята рука, я не знаю, по какой причине, но все-таки. И как раз-таки знаю из опыта, опять же, старших воспитателей, каким образом выходили на то, чтобы, например, поднимать флаг. Как раз-таки Кронштадт для того, чтобы его закупать, это нужно огромные средства, и многие выходили из ситуации, как из пластиков в труб, делали как раз-таки по высоте, по определенной, как положено по рекомендациям, закупали отдельно флаги, да, и закрепляли. Таким образом, конечно же, уважаемые воспитатели, вам, как говорится, низкий поклон, потому что я знаю, что многие воспитатели именно так из ситуации вышли, потому что было объявлено, что с 1 сентября мы начинаем как раз-таки поднятие флага, и не у каждого садика, к сожалению, это опять же бюджет, не у каждого садика есть финансирование, бюджетирование на вот такого рода приспособления. И вот здесь есть момент того, что знакомиться с историей, с улицами, да, достопримечательностями города, говоря об улице. Когда проводятся прогулки, допустим, непосредственно, да, на территории детского сада в рамках режимного момента, это одно дело. А когда детки выходят за территорию, да, здесь обязательно есть и заявление от родителя, должно быть собрано и в том числе от ГАИ, и большое количество документов, которые нужно подтвердить через как раз-таки отдел образования для того, чтобы дети вышли, ну, например, за территорию детского сада, там, например, выехали на автобусе куда-либо. То есть есть целая папка документов, которые необходимо соблюсти. В том числе знакомят, например, там, с символами государства, да, как мы вот заметили, рассказывают о многообразии стран, народов мира. Но на этом не завершается. Следующий слайд – это продолжение как раз-таки, да, карта оценки. Формирует элементарное представление об истории государства. Элементарное представление об историко-географических природных особенностях страны. Рассказывает, как взаимосвязаны и взаимодействуют живые организмы в природе. Например, земля – наш общий дом, а человек – часть природы. Знакомит с народной игрушкой, историю ее возникновения. Говоря о народной игрушке, хотелось бы, так сказать, проговорить. У нас буквально недавно в городе Уфа, как раз-таки, вот буквально пару недель назад, мы просто дежурили, проводился фестиваль «Айда играть», и куда съехались по всей территории Российской Федерации представители, на территории, как раз-таки, Советской площади нашего города. Целых четыре дня было организовано такое мероприятие. Многие дети были в восторге. Естественно, мы, как родители, были не менее в восторге от того, что фестиваль такого рода проходил. Например, в рамках этого фестиваля воспитанники школ могли прийти как раз-таки во внеурочное время и продемонстрировать, допустим, свои умения в мастер-классах, потому что там были и мастер-классы, и представлены как раз-таки моменты того, что представлены не только игры на территории Республики Пашкорцан, которые существуют, да, народов нашей Республики, но и вообще Российской Федерации. Различные старинные игрушки, куклы. То есть детям было очень интересно смотреть. География была настолько широкая, что каждый из присутствующих просто терялся в этой толпе. Много было желающих. Естественно, все это было бесплатно, все эти мастер-классы и так далее. И вот наш вуз тоже был представлен на фестивале «Айда играть». И мы как раз-таки в рамках этого фестиваля были, так скажем, ведущими. Мои дети с удовольствием прошли по всем шатрам и даже поделали куклы, которые там используются, вот помните, наверное, да, тряпки делают куклы. То есть вот они увидели обычных кукол, которые можно, например, поиграть из пластика, да, увидели как раз-таки такие куклы, которые делаются из ниток и в том числе из как раз-таки тканей. То есть очень интересная была. И далее как раз-таки пойдем. Вот следующий элемент карты – знакомить с устным народным творчеством, народными праздниками. Важно, очень важно, когда дети знакомятся с народным творчеством, потому что через устное народное творчество дети больше узнают о родине. Часто у меня детки спрашивают, мама, расскажи мне, а что у тебя там было в прошлом детстве? Ну, я и начинаю рассказывать, те же самые игры «Казаки-разбойники», те же самые, например, там, «Резиночки», они не знали, что это игра. И я им показала, они теперь знают. Или, например, там, различного рода как раз-таки башкирские игры, когда вот сейчас не буду, конечно, демонстрировать, потому что наверняка, может быть, нет носителей языка, но смысл в том, что игры существуют различные. И, конечно же, для них было важно и освоить, с одной стороны, игру, но для того, чтобы освоить игру, им нужно было познакомиться с культурой. И, конечно же, здесь есть понятие как раз-таки нравственности и патриотизма, потому что дети начинают уже потом транслировать, что своим, например, подружкам, как у меня вот получилось, излагают информацию доступно для детей в форме. То есть вот как у нас было в предыдущем как раз-таки вот прям яркий пример в ходе вебинара, да, вот вы увидели, сразу подумали, ага, это не для детей, это для взрослых. Конечно же, каждому возрасту по-своему мы объясняем. Если я, например, буду объяснять это, допустим, для студентов, я разъясню иначе. Понимая, что у вас есть опыт, я уже объясняю на другом уровне, точно так же и детям. Дети, которые только-только начинают понимать, кто он в этом мире, естественно, нужно разъяснять все буквально на пальцах. Организовать тематические занятия, целевые прогулки, экскурсии, организовать совместную деятельность детей и взрослых, проекты и в том числе различного рода развлечений. Конечно же, все это предполагает тесную взаимосвязь с родителями, потому что я понимаю, что родители, я сама родитель, тоже такой же супер занятой, как многие из вас, но все-таки с уважением, так как я понимаю, что каждому из педагогов охота увидеть обратную связь. Если даже я очень занята, я иду, потому что я понимаю, что родительское собрание может быть об различных вопросах, в том числе и сбора, так скажем, для фонда, но ведь педагог пришел не просто так же, поэтому, уважая его, в том числе и дети видят, что оказывается, вот у меня мама сходила на родительское собрание, а вот у тебя почему не пошла. И есть момент того, что мы являемся примером для наших детей. Поэтому, если мы хотим развивать нравственно-патриотическое воспитание, даже умственное, эстетическое, ценности научного познания, которые заложены также в рамках начального общего образования, все зависит от нас. Наш пример является самым важным для детей, поэтому нужно быть примером. Постепенно переходя от ступени дошкольного образования к системе начального общего образования, хотелось бы заострить ваше внимание на федеральном законе, который как раз-таки внес изменения в ряд документов. Это сейчас я говорю и про ФВОС, и про ФОПы, и про воспитательную работу, и про федеральный перечень мероприятий, и про федеральный профессиональный стандарт, который тоже изменился. То есть все в этом году буквально вот прям как в сказке, где вот горшочек варился-варился, каша прям лилась-лилась. И вот точно так же у нас большое количество документов, которые льются-льются, и все меняется и меняется. Но мы же люди с вами образованные, грамотные, поэтому, естественно, со всем справляемся. И здесь также был представлен QR-код, и на данном слайде так вот визуально постаралась вам показать по поводу Министерства просвещения Российской Федерации представила федеральные проекты. Федеральные проекты, которые изложены как раз-таки на сайте, их легко найти. И здесь важно понимать, что, конечно же, срок реализации, срок реализации у каждого проекта был заключен до 30 декабря 2024 года. Некоторые проекты уже реализованы, но все-таки имеют еще, так скажем, да, вариацию как раз-таки под проекты. А какие-то проекты только-только начинают все больше охватывать территорию Российской Федерации. И, конечно же, здесь представлено, вот не зря здесь выделено, это патриотическое воспитание. Под проектами, да, направление, не удивляйте, я такие, как я горжусь, российское движение школьников, большая перемена, юнармия. Сейчас многие говорят о профессионалитете, который реализуется в рамках молодых профессионалов, молодых профессионалов, это как раз-таки про студентов колледжа и в том числе вообще педагогов. Вот буквально на днях мы ожидаем поток профессионалитета, начинаем тоже с ними курсы. Здесь есть момент, как раз-таки, да, онлайн-уроки проектория, билет в будущее, о котором говорила также вам юность России. Это вот как раз-таки проекты Министерства просвечения Российской Федерации в рамках успеха каждого ребенка. Если мы говорим, допустим, о тех, которых реализовано, это, например, точки роста. Буквально два года назад, можно сказать, даже три, практически в каждой сельской местности даже были организованы точки роста. Такого рода как раз-таки оснащенные кабинеты, которые включают в себя больше информационно-коммуникационные технологии, и позволяют как раз-таки развивать у детей уже с малого навыки выстраивания различного рода проектов. То есть это вот как раз-таки точки роста. Технопарки, кванториумы, точки роста, это все является как раз-таки таким большим, обширным, масштабным, так скажем, да, как раз-таки территорией современной школы. Современная школа – это тоже является проектом. Здесь много, что представлено, не буду каждое из них оговаривать, но они между собой взаимосвязаны, когда вы скачаете презентацию или, например, посмотрите на сайте, как раз-таки, да, Министерство просвещения Российской Федерации, вы внимательно все сможете изучить, потому что каждый из них еще раскрывает свои тайны. И постепенно переходя дальше, углубляясь в российское движение школьников, который является как раз-таки таким мощным проектом, который охватил буквально всю страну. Я даже не знаю, какой регион, например, не включен в это движение, потому что советники директора по воспитательной работе тесно как раз-таки взаимодействуют с российским движением школьников. И на этом сайте, а сайт представлен как раз-таки через QR-код можете также пройти. Представлено как раз-таки большое количество мероприятий и проектов. То есть вот чуть ли не каждую секунду там обновляются проекты, можно посмотреть как раз-таки заранее и себе наметить, где вы можете участвовать. Очень интересных проектов большое-большое количество. Самое интересное, там не везде условия такие вот прям простые, имеется в виду здесь и сейчас на месте, есть выездные, хотя, может быть, кому-то и нравится выехать, например, со своими учениками, отвлечься от, допустим, работы и продемонстрировать свои навыки. Я понимаю, что у многих из нас есть такое выражение, добровольно-принудительно, но порой нужно из этого даже добровольно-принудительного вывести какой-то вот эффект. То есть есть момент того, что существует, конечно, понятие добровольно-принудительного характера, но ведь что-то полезное все равно вы увидите. Поэтому здесь существует также в структуре российского движения школьников, как я вам сказала, уже большое количество мероприятий. Одни из них – это юные казаки, юные инспектора движения, юные спасатели. Конечно же, это движение курируется советниками директоров по воспитанию, в том числе их курирует региональный оператор, то есть эти личности, которые занимают данную должность, не одни. То есть здесь связывается, как вот уровень, так скажем, микро, да, есть макро уровень, как раз, и тут точно так же. То есть каждая из них в своей, так скажем, иерархии взаимосвязана между собой. И далее, что мы хотели бы с вами еще узнать. Конечно же, многократно повторюсь, еще раз проговорю по поводу программы воспитания, где как раз таки представлено на сайте, здесь вы видите и QR-код, и скриншот из сайта, определяются целевые ориентиры. Целевые ориентиры, которые как раз таки прописаны согласно программе. Дабы мы с вами прекрасно понимаем, что без прошлого не бывает будущего, буквально в 2011 году, когда ФГОС впервые приняли, да, на уровне федерации, да, приняли стандарт, была разработана концепция «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской Федерации», где авторами которыми являются Данилюк, Кондаков, они как раз таки представили базовые ценности и расписали направление воспитания в том числе. Вот среди них базовые ценности были выделены, как семья, патриотизм, гражданственность, как раз таки труд, наука, красота и религия. И вот оно постепенно, да, работая, так скажем, в те актуальные годы, претерпело свое изменение, и сейчас мы видим вот таким образом. То есть есть целевые ориентиры, также мы не забываем о национальном воспитательном идеале, который прописывается, он и был в концепции, но только сейчас он прописывается уже в программе воспитания для образовательных организаций. А ранее, когда мы говорили о концепции, да, почему говорили, документ в предыдущем, так скажем, варианте как раз таки ФУГОСТ был актуальный. А сейчас он является таким базисом, фундаментом. Я часто своим обучающимся задаю этот документ проанализировать, потому что он хоть и потерял свою актуальность, да, ввиду, ну, введенных документов, он все равно имеет как раз таки основу. Там четко выделяется понятие базовых ценностей, четко выделяется базовый национальный идеал и воспитательный, да, и вот прописаны как раз таки задачи, которые постепенно преобразились, и вот в программе воспитания мы сейчас их видим. Гражданско-патриотическое воспитание, они, конечно же, знающие, любящие свою малую родину, да, сознающие принадлежность к своему прошлому, настоящему будущему родного края, принимающие участие в жизни класса, в общеобразовательной организации. Все это большое количество там дальше еще идет в программе. Программа занимает, если не ошибаюсь, чуть более 100 страниц. То есть есть тут, конечно же, и свои целевые ориентиры, которые подчеркивают, чего мы должны добиться у обучающихся. Конечно же, как мы можем говорить о гражданско-патриотическом воспитании, если мы не вспомним о духовно-нравственном воспитании, ведь они между собой взаимосвязаны. Кстати говоря, оговорюсь заранее, понятие гражданско-патриотического воспитания и духовно-нравственное воспитание в системе начального общего образования они идут как через дефис, то есть они идут как одно целостное. А вот в системе уже основного общего образования, когда уже детки повзрослеют, мы начинаем уже работать с 5 класса на ступени общего образования, они идут отдельно. То есть, заметьте, в программе воспитания идет отдельно уже, например, духовное и нравственное воспитание. То есть есть своя градация. То же самое, как в дошкольном есть нравственно-патриотическое, а вот в системе начального общего образования духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, а уже в системе общего образования чуть-чуть иначе. И вот как раз таки говоря о взаимосвязи, мы подчеркиваем то, что личность, которая развивается по духовно-нравственному воспитанию, она владеет представлением о многообразии языкового культурного пространства. Обязательно доброжелательное, проявляющееся переживание, готовность оказывать помощь, осознающая ценность каждой человеческой жизни и так далее. То есть здесь можно приводить большое количество примеров. Вы их можете также увидеть, вот здесь я уже постаралась показать примерный календарный план воспитательной работы, он утвержден, вот здесь вот как раз таки на скриншоте вы видите, да, что вот этот год у нас как раз таки является годом педагога-наставника, какой был у нас, например, предыдущий год. Вот здесь важно увидеть, что план мероприятий также утвержден. То есть как бы мы ни хотели, мы должны его, мы обязаны его придерживаться. И если вам интересно, вы просто загляните на сайт, там много полезной информации. Просто нужно как-то вот скачать, ну, во-первых, сесть, конечно, в свободное время скачать, проанализировать, разложить себе по полочкам, а потом уже вы поймете, когда будете транслировать для своих обучающихся, для родителей, например, для своих коллег. В принципе, в доступном формате все расписано. И постепенно переходя как раз таки к пониманию того, что ФГОС диктует, конечно же, ФГОС от 31 мая 2021 года закладывает, что патриотическое воспитание можно реализовать на любом уроке и во время внеурочной деятельности. Замечу, что внеурочная деятельность включена в программе воспитания. То есть, если раньше мы знали с вами внеурочную деятельность, и существовало как раз таки пять направлений внеурочной деятельности, то сейчас и внеурочная деятельность тоже имеет изменения. Но об этом я не буду, иначе я уведу вас в другую тему. Есть момент того, что как раз таки, например, допустим, на окружающем мире мы тоже можем патриотическое воспитание развивать у детей. Если, например, на уроках физкультуры учитель может воспитывать как раз таки любовь к спорту, например, да, готовит, допустим, мальчишек к армии или, допустим, формирует здоровый образ жизни, что очень важно в современном мире, потому что многим из нас известно, что дети в основном здорового образа жизни не ведут, не придерживаются этого, да, они могут там часами сидеть в гаджетах, абсолютно малоподвижные игры. Если честно, игры многих детей вообще иногда меня просто повергли в шок, когда я однажды во дворе со своими детьми, в прошлом году это вроде было, вышла и услышала, что дети играют в маньяка, потом в зомби. У меня был шок, в какие игры играют дети, и они реально это выполняют, то есть надевают пакет на голову, а детям до 10 лет. То есть сдаешься вопросом, что они делают. Кто-то там в тиктоках снимает свои видеоролики, ставит там буквально на пол, да, на асфальт, точнее, свои телефоны и начинает кривляться. Я не скажу, что я в восторге, но, к сожалению, здесь опять же все вот уходит в то, в какой среде ребенок растет. То есть есть момент того, что кроме уроков, конечно же, патриотические чувства воспитываются и через мероприятия, как я вам говорила, да, в неурочной деятельности в том числе. Ну, например, что такое хорошо, что такое плохо. Может быть, даже здесь завести с современными такими, так скажем, героями, да, то есть если мы раньше всегда наши герои урока были Знайка и Незнайка или Буратино, да, то сейчас дети задумываются, кто такой вообще Знайка или Незнайка. Если они не проходили рассказы Носова, то наверняка и даже не вспомнят. А мы уже с малого знали, кто такой Незнайка или Незнайка. И, конечно, все это подводится итогом одним, что как, например, во всем взаимодействии с детьми, да еще и работать с родителями, которые, конечно же, в своей, так скажем, семье могут преподнести немного иначе патриотические чувства. Ну, я вот сейчас просто, опять же, пример вам скажу. Когда мы были в книжном магазине, покупали детям дневники в школу, одна из родителей, я даже ее не знаю, эту тетю, перекладывает дневники и заметила, что дневник там с патриотическим как раз-таки наклоном, там флаг Российской Федерации был изображен, там гимн, все остальное, и она его швырнула с комментарием, и тут про Россию. Я задумалась, ну вот она находилась у нас в городе, откуда эта женщина? Может быть, был момент того, что что-то ей не понравилось в нашей стране, может быть, не понравилось то, что везде такие дневники продаются. Ну да, например, кто-то может сказать, для чего это нужно. Ну, давайте раскроем секрет, все ли мы знаем гимн Российской Федерации. Хорошо, что если бы знали хотя бы пару столов, замечательно. Но ведь от того, что ребенок выучит гимн, это же хуже не станет. Ребенок мало того, что патриотические чувства будут развивать, он свою память будет развивать. Раз. Он будет анализировать, понимать, делиться со своими одноклассниками. Два. Он будет концепт и концов, когда вот идет, например, какое-то торжественное мероприятие, он будет знать. И он будет как раз-таки смотреть на то, как кто-то из взрослых не может даже слов вспомнить, а он знает. Он потому что молодец. Вот то есть как мы преподнесем, так и идет вот этот момент того, что дети наши кем станут. Поэтому, уважаемые слушатели, подводя итог всего сказанного, я хотела бы прокомментировать словами, конечно же, Константина Дмитриевича Ушинского, педагога, наставника, как раз-таки в честь которого и назван этот год-год педагога и наставника, да, посредством любви можно так воспитать дитя, чтобы оно привыкло безусловно повиноваться воспитателю без наказания и наград. Я желаю каждому из вас, чтобы ваше чадо, будь вы родителем, либо педагогом, либо студентом, либо, например, даже обычным, так скажем, взрослым, который не относится ни к какой сфере образования, чтобы вот именно ваш воспитанник повиновался без каких-либо наказаний и наград. Потому что награда имеет свою ту же сторону. Ребенок привыкать к тому, что мы его постоянно награждаем, да, например, элементарно, какими-то конфетками. Естественно, возникает желание получить конфету, нежели, например, какое-то познание. Поэтому я благодарю вас за внимание. Если есть у вас вопросы, пишите. Я рада буду ответить. Благодарю вас за обратную связь. Прекрасного вам дня. Так, есть ли вопросы? Сейчас посмотрю. Вопросов нет, но я в течение вебинара постаралась ответить некоторым. Да, да, да. Да, вот как раз Ольга Юрьевна одна из самых активных слушателей была. Поэтому я постаралась ответить на ее комментарии. Я думаю, что у многих, кто хотел бы, задали бы свои вопросы, Если вопросов нет, то позвольте откланяться. Хорошего вам дня. Всего доброго. До свидания.